Для этого, безусловно, нужна доброе время, которое отсутствует в Азербайджане в этом вопросе. А со стороны всех других, Армении, России и даже Запада, которые, в том числе, скажем, увлечены, нужны не просто слова, а более жесткие, на мой взгляд, более жесткое давление. Россия, безусловно, старается снять эту проблему, но проявляет осторожность в том, чтобы пользовать силу, потому что спиральная сила, которая может за этим последовать, она может привести к предсказуемым результатам, а не к возобновлению военных действий. Поэтому, конечно, в России не хотят, и пытаются убедить Азербайджанскую сторону вернуться к второму соглашению. Азербайджан запустил у дела и каждый раз удобретает треноги, для того, чтобы это не было. Один из, например, было условий уход в Азербайджан, в постсовом, уход состоялся, в коридор Камбулках остается в любой филе. Все это, собственно говоря, выдают действительные цели Азербайджанской стороны, создание депрессии и побуждение к исходу на население в собственной земле и на годном проработке. Вот в этом цель Азербайджана, и он свои блокады и коридоры, с требованием создания азербайджанского КППР в мочевском коридоре, пытается добиться своей цели. К сожалению, пока с результатами, точнее отсутствия результатов нет. Ну, блокада, конечно, не имеет законченного характера, это не блокада, а не ограда, как в этом писали, влияние на массы. Ну, это, конечно, акция, которая серьезно осложняет жизнь населения на годного Карабаха, а самое главное, создает страсти и, как говорится, влияние на его мотивацию. Вот с этим надо бороться. Я могу сказать, что не только наши владицы, но и гражданские общества России, которые мы являемся, тоже точно так же, нас ищут свои ответы. Попытки таким образом нам все-таки помочь оказавшемуся в блокаде азербайджанского селения. Редактор субтитров А.Семкин